Сегодня услугами технопарка пользуются 64 компании. Просторные помещения арендуют производственные предприятия, а небольшие офисы, оптовые, торговые организации, интернет-магазины и те, кто занимается сферой услуг. Отдельное здание занял диагностический центр, который вырос из одного стоматологического кабинета. Технопарк ориентирован на местных жителей. Он не узкопрофильный, как в научной технопарке, не имеет такой выраженной наукоемкости, как институтские студенческие компании технопарки, либо бизнес-инкубатор. У нас ориентирован именно на местное население, на различные направления деятельности. Работают в основном нахабинские, красногорские люди. Мы создаем рабочие места. Сейчас, в настоящее время, порядка 350 рабочих мест у нас в технопарке. Старожила нахабинского технопарка, мастер Евгений Воробьев со своей женой, отмечают, что здесь созданы замечательные условия для работы, да и местоположение удобное. У пары здесь своя мастерская, а также уютное помещение для занятий. Скульптор и гончар-керамист обучают своему ремеслу взрослых и детей. Очень много детей у нас с ограниченными возможностями занимаются здесь. Потому что моторика, понимаете, пластика, это им врачи прописывают. Ребята у нас совершенно разные. То есть у нас и здесь из Москвы, и из Красногорска, и из Истры ездят к нам ребята. Занятия у нас в основном это художественная керамика. У нас проходит весь цикл, то есть весь технологический цикл. По соседству с художественной мастерской расположилась компания, которая занимается изготовлением мебели. 130 квадратных метров вполне хватило, чтобы организовать цеха и создавать собственную продукцию, которая, к слову, пользуется спросом. Клиенты в основном частные лица. А недавно началось сотрудничество с телевизионной программой «Квартирный вопрос», говорят работники предприятия. Дизайнеры приносят свои чертежи, а мы реализуем любую их задумку. От небольшой тумбочки до кухонного гарнитура. Мебель делаем различную. В основном корпусную, мягкой мы не занимаемся. Это массив, это МДФ под покраску, ДСП. В общем, и кухни, шкафы, кабинеты. Всё-всё-всё. Компании расширялись, приходили и новые. И селить всех желающих было просто некуда. Стали задумываться о реконструкции, вспоминают руководители технопарка. Крыше одного из корпусов также понадобился ремонт, и переделки решили объединить. При поддержке администрации района достроили ещё один этаж и оборудовали дополнительные офисы. Было решено расширить площади. И вот сейчас мы в этом году запустили ещё 870 квадратных метров офисных помещений. Вот порядка 80 метров уже сдано. Сейчас 6 офисов у нас сдано, уже люди работают. Остальные ждут своих арендаторов. Расширяемся, растём. Теперь туда въехали организации, оказывающие юридические услуги, торговая компания и зубной техник. Но заполнить остальные офисы новостёлами труда не составит, уверена руководство технопарка. Это лишь дело времени. Валентина Цитова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ.